Добрый вечер. Я Алексей Чергеев в эфире девятый выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Ельня. Впервые в русских источниках Ельня упоминается по 1150 год монголо-татары, вторгшиеся в 1239 году в Смоленские земли, прошли через Ельню, опустошив ее. В середине 15 века Ельня упоминается как дворцовое село Смоленского уезда. Лишь в 1667 году по Андрусовскому перемирию Ельня вновь вошла в состав российского государства. Город расположен на правом берегу Эр-точка Десна, притока Днепра, на железнодорожной линии Смоленск, Сухиничи. К началу реформ второй половины XIX века в Ельне насчитывалось почти 4500 жителей и более 500 домов. В городе было два небольших кожевенных завода и четыре маслобойных. Ремеслом же занималось 15 мастеров. Ельня осталась центром сельскохозяйственного района с небольшими предприятиями. Здесь расположены льно перерабатывающие сыродельные заводы. В городе есть и сельскохозяйственный техникум, общеобразовательные и музыкальные школы, детские и лечебные учреждения, дом культуры, городская библиотека, кинотеатр. Две отечественные войны прошли через Ельню. В период контрнаступления русской армии в войне 1812 год в Ельне некоторое время находился штаб-точка Кутузова. В 1941 году под Ельней разгорелись ожесточенные и продолжительные бои советских войск с немецко-фашистскими захватчиками, известные как Смоленское оборонительное сражение. Есть в Ельне несколько исторически значимых мест. Музыкальная школа расположена в доме ее владелицы Стуневой. Здесь когда-то бывал в гостях у хозяйки дома ее брат, композитор Глинка. В здании типографии районной газеты работал будущий известный поэт Исаковский. Свято чтут жители города и воинское кладбище, где похоронено 7800 воинов советской армии, погибших в боях под Ельней. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok